Грамотное финансовое поколение. Все о деньгах простыми словами. Узнай все о деньгах и расскажи об этом своим друзьям. Знакомьтесь, это Эмили, ей 7 лет. Пусть ты старше или младше, но на несколько минут представь себя на ее месте. Будет интересно, не сомневайся. А это Матвей, любимый дядя девочки. И любимый не потому, что раньше был банкиром или что часто дарил ей подарки, а потому что он всегда находит время поболтать со своей племянницей на любые темы. Как-то в один день, сразу же после своей вечеринки в честь дня рождения, на которой Эмили отлично повеселилась с друзьями, она вдруг приуныла и о чем-то задумалась. Дядя Матвей принялся ее расспрашивать. Загадка крылась в подарке, который Эмили получила от отца на свой седьмой день рождения. Папа подарил девочке копилку. Эмили осталась довольна подарком, ведь она смогла сложить в копилку все свои сбережения. Молдавские и румынские леи. Евро и доллары. Вот только ее копилка быстро наполнилась, и она растерялась. Что делать дальше? Где хранить деньги, которые не помещаются, и как их использовать? Дядя, как быть? Эмми, мы обязательно это выясним, но давай посмотрим, что именно ты знаешь о деньгах. Ты их получаешь, разумно тратишь, хранишь их для исполнения своих желаний, но какова их ценность? Я уверен, что ты хотела бы узнать об этом побольше. Природа денег меняется с течением времени. В качестве первых денег вообще использовали животных, сельскохозяйственную продукцию или самодельный инструмент. Позже появились предметы из ценных материалов, таких как золото и серебро. Ну а потом деньги стали представлять собой банкноты, которые можно было обменять на определенное количество золота или серебра. Но в конечном итоге все сводилось к обмену. Эмили задумалась, ведь в наше время существует много монет. Как же определить их стоимость? Сегодня в качестве платежного средства можно использовать что угодно, если соблюдаются следующие условия. Существует среда обмена. Доллары или фунты можно обменять в любой стране мира. Их можно считать единицей учета, можно перевозить. Например, с евро можно отправляться в любую точку Европы. Они долговечны и делимы. Так леи состоят из банов, а евро из центов и так далее. Недавно я обменяла у подруги несколько карточек Барби на код для игры в теннис для PlayStation. Так что Бартер все еще в силе. Но мне кажется, у родителей на работе уже нет такого обмена. Дорогая моя, на работе платят за то, что ты делаешь. Это тоже своего рода обмен. Знаешь, что слово зарплата, салариус, родом из Римской империи и происходит от слова соль. Тогда солдатам платили солью, редким и ценным по тем временам товаром, который использовали для консервации продуктов. И все же, как насчет моей копилки? Деньги в наше время могут существовать не только физически и уже не просто лежат в копилках. Они могут находиться на банковском счете или храниться в виде сбережений. Цифровые или электронные деньги хранятся на предоплаченной карте, смартфоне или даже в смарт-часах. Их оборот происходит через банки, и денежные переводы, без наличных денег. Существуют и более современные цифровые валюты. Их стоимость колеблется, но их всегда можно превратить в обычные деньги, в том числе онлайн. Пока твои родители не решат открыть тебе счет в банке, ты можешь хранить свои сбережения в копилке. Преимущество в том, что у тебя всегда есть доступ к ним, когда захочешь и как захочешь. Получается, куклы или конфеты я могу купить на сбережении с копилки? Банкноты и монеты, то, что мы называем наличные или просто деньги, это самая распространенная форма оплаты покупок. В магазинах можно рассчитываться также банковскими картами или цифровыми приложениями с интегрированной системой оплаты. Но любую покупку делай с умом и ставь перед собой большие цели, когда речь идет о сбережениях. Эмили обрадовалась тому, что теперь она знает о деньгах намного больше, ведь ее дядя все разложил по полочкам. Что касается подарка, который она получила от отца, она использует его разумно и по полной, ведь Эмили давно мечтает о новом наборе для рисования и будет с умом планировать свои траты. Теперь интерес девочки к финансовым вопросам намного больше. Финансовое образование начинается с первых лет, как только ребенок начинает понимать ценность денег. Деньги следует рассматривать как инструмент обмена, а не как самоценность или цель, к которой нужно стремиться. Смотри новые выпуски в рамках образовательной кампании «Финансово грамотное поколение» и узнай все о деньгах, о том, как правильно ими распоряжаться и как с их помощью достичь своих целей. Редактор субтитров А.Семкин